Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, вот я смотрю реакцию простых россиян, обычных граждан, не знаменитостей, которые отреагировали на заявление Пугачева, а вот обычных граждан, таких как я, вы. И вы знаете, дело всё в том, что я смотрю, что подавляющее большинство, в общем-то говоря, кто-то иронизирует, когда Пугачёв просил признать её иностранным агентам, пишут, ну, женщине, как бы, отказывать нехорошо, но в целом люди пишут, что дайте ей уже иностранного агента, если она так хочет, и выгоните её из страны, в конце концов. Вы знаете, я говорю о том, что пишут люди в комментариях, да, понятно, что правовых оснований выгонять человека из страны нет, но вот я думаю, что за те высказывания, которые она позволила себе в запрещенограмме, я могу сказать, что, ну, простого смертного, я думаю, что, как минимум, административное дело о дискредитации было бы. И поговаривать, что, в общем-то, и на Пугачёва могут состоять протокол. Поэтому, вы знаете, я знаю, что у Пугачёва, естественно, есть и поклонники, и огромный фан-клуб и так далее, которые всё это время, когда я снимал видео, писали о том, что отдельно об этом поговорим, ну, что-то, что вы говорите, сначала они про Галкина говорили, до его пасхальных речей, что зачем они, а потом вроде как, теперь про Пугачёва сначала говорили, зачем, забудьте, знаете, ботами прям атаковали, сотнями, забудьте, это неинтересно, сейчас нет ни одного, где все, непонятно. Но вот я не забыл, я говорил, и если бы все забыли и молчали, то, может быть, не было бы ни у Галкина иностранного агента, ни вот этой ситуации. Но, тем не менее, были бы люди, которые внутри страны делали всё, и не было бы этих знаменитостей, которые поставили не лайки, отметились, которых теперь наверняка возьмут на карандаш. И, вы знаете, совершенно понятным становится одно, что те люди, которые писали эти вещи, хватит говорить, хватит то, хватит всё, они просто преследовали те же интересы, что преследуют все те люди, которые хотят развала страны, и не хотят того, чтобы Россия защитила память, в первую очередь, своих предков, которые прогоняли то, что прогоняют сейчас их внуки и правнуки. Здесь про политику невозможно говорить, поэтому, друзья, если хотите, что называется, без купюр, без цензуры, телеграм-канал, переходите, подписывайтесь, Будда Гришна Новости, там выходят и мои видео, там можно свободно, спокойно выражать свои мысли, и последние сводки, последние какие-то видео, хроники, переходите, подписывайтесь, телеграм-канал Будда Гришна Новости. Поэтому, друзья, смотря на реакцию страны, я вижу, что, в общем-то, насколько я вижу в других каналах, у себя 90% людей пишут о том, что дайте ей иностранного агента и выгоньте ее из страны, в общем-то. Это вот такая реакция людей. Хотя еще, ну, полгода, 8 месяцев, год назад представить такую реакцию людей на Аллу Пугачева было просто невозможно. Поэтому интересно, что вы думаете на сей счет. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Еще раз напомню, что в телеграм-канале Будда Гришна Новости выходят мои видео на политические темы, острые видео. Все последние новости, все абсолютно. Публикации, какие-то мнения. Поэтому подписывайтесь. Я думаю, вам будет очень интересно. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. И здесь на YouTube есть канал Будда Гришна Новости. Он также называется. Он просто резервный. Подпишитесь, чтобы мы не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.